Здравствуйте! Как развиваться, изучать курсы, получать навыки? Есть ли в сутках 24 часа, 8 часов сон, 8 часов работа, 3 часа, 3-4 часа на другое, обязательное, и остаток свободного времени 2-3 часа? Как изменить свою жизнь? Постоянно час в день. Постоянно в течение всей жизни час-полтора в день. Если вы хотите просто для себя развиваться и понимать, что происходит. Если вы хотите стать как представитель какой-то специальности или представитель, как учитель, как мастер, тогда вам нужно посвятить этому жизнь. А если вы хотите убрать свои изъяны, понять, кто рядом с вами, по какой причине происходят те или иные ситуации, час-полтора в день, но постоянно. И всё станет на свои места. Как только вы начнёте этим заниматься, многое, во-первых, нужно знать, с кем и зачем, выбрать, сделать, что действительно вы хотите понять, и для себя, и при помощи чего. Можно и карты Таро взять и развиваться, там будет без конца карту вытащили, прочитали название, вот вы себе запрограммировали. Можно, я девушку одну такую знаю, она взяла просто все негативные карты оттуда и повытаскивала. И осталось у неё там, ну не знаю, 15 условно. А это она вытаскивает, вот-вот, у меня сегодня хороший день. И поверьте, хороший день получается. Вот каждый занимается самообманом, как может. А если вы действительно хотите в себе разобраться, ну тогда нужно искать человека, которому вам в этом поможет. А убиваться и сидеть ночами, там что-то учить, зубрить, это вообще не про это. Жизнь нужно понимать, в ней нужно разбираться, различать, чувствовать, осознавать, не бросаться туда, где не понимаете. Там всё гораздо проще, нежели чем вы себе накручиваете. Это вам специально говорят, что это вот всё так сложно, всё так запутанно, всё там… Нет, нет, с информацией нужно учиться работать. Значит, там должны быть, ну какие-то для вас понятные вещи, чтобы вам кто-то объяснил на вашем языке, где вы, с кем вы, почему вы, что вам нужно добрать, от чего вам нужно отказаться. И как выстраивать. Сначала логику нужно поставить, причинно-следственные связи. А потом уже можно подниматься вверх и понимать, какие тенденции идут, как с этим работать, какие там течения, куда, какие направления, с историей позаниматься. И будет попроще, но не надо убиваться. Час-полтора максимум там по субботам, воскресеньям в удовольствие, если что-то зацепило, но можно пару часов. Продолжение следует...